Так, всем привет! Мы снова вернулись на Бештау, это так называемая зона восточного орудинения, дозиметр Атомфас. Замерчики делаем. Да, замерчики делаем. Мы нашли очень интересное место в районе, это какая штольня? Напомню, я уже забыл. Это между 23-й и 19-й А, вот просто такой лесок, ничего необычного. Пока фон в норме, ну как в норме? Да, это нормально для Бештау. Но внезапно Дима нашел крайне интересное место, просто горячую точку, которая вроде бы не приурочена никакой штольне, но по картам здесь шло именно урановое орудинение, прямо на поверхности. И возможно, это место вскрыто разведочной канавой. Вот оно вот так идет. Ну-ка, ты куда побежал? Стой. Так, кладем дозиметр и смотрим. 300. Вон, покажи, что тут просто ничего нет. Да, здесь ничего нет, никаких источников. Палка тут уносит. Палка, это наша метка, это место нашли. И вот мы не можем понять, почему именно так. А тут вот шашлычки жарят. Да, бери, бери его, бери. А вот сразу за этим холмом люди отдыхают, а... Прямо малянка. Да, вон там идет дорога уже на вершину горы. А мы идем дальше, еще выше, где были самые старые штольни. 24-я, 28-я, какая-то там еще. Вот только мы отходим от этого места, ну, он в два раза, да, упал. Ну, конечно, тут 170. Да, самое интересное, что это только гамма-излучение. То есть дозиметра там фас. Ну, да, и жесткая бета. А вот у нас и первая находочка. 240 просто в воздухе. А вот эти желтые красавцы, это какой-то урановый минерал. Сразу его так приметил уже опытным глазом. Подносим датчик. Где у него... Ага, вот он. Вот, впритык. Тысяча. 40 тысяч. Отлично. И самое-самое обидное, что я не взял МКС. Нормальный дозиметр, который видит Альфу. Конечно, ну, для поиска лучше от Амфас. Но я просто не думал, что здесь можно что-то вообще найти. Это для тех, кто шарит, в общем. Осипь на Козьих скалах, восточная зона орудинения. Где-то там 22-я штольня. А мы продолжаем двигаться дальше. Тем временем мы добрались до верха почти. Обрушение. Там Козья скалы. Высота 1070 метров. Собрали немножко урона. Замерь. Подфонивает. Но, к сожалению, злых каких-то прожилок интересных мы не нашли. Скорее всего, они находятся где-то там, где вот этот камень. Поэтому сейчас мы выдвигаемся на поиски. Мы решили спуститься чуть левее, и Дима нашел штольню. Это же штольня? Там какая-то дырочка, и около нее фонит. Это 600 микрорентген в час. Ой, господи, я уже не могу. У меня все ноги болеют. Дима свалился с камня, травмировался. Все хорошо. Дикие достаточно места. В общем, сейчас спущусь, посмотрим, что там. 600 в воздухе. Ну-ка, дай-ка дачку опустим. Поднесешь телефон? 700, 800. Бежи. Нам кажется, что это выход Радонос от этой старой штольни. Судя по картам, это 22-я. Вот, видны крепи, завал. Видны крепи какие-то? Находятся вот в такой яме. Какие крепи? Ну, ты посмотри, тупо бревна. Видишь, они какие-то даже разной толщины. Странное, странное место. Но то, что здесь такой фон в этой яме, немножко напрягает. Тупо все эти. Да, из сети вообще нет, печалька. Ладно, надо выбираться отсюда. Еще одна находка на скале. В общем, какие-то красные, синие образования. Нерадиоактивные. Довольно так интересно. О, привет, что ты делаешь? Провалился. Ты, правда, ух, боже, я сам чуть не упал. Страшно урановая шахта. Что, реально урановая? Подожди, вообще ничего не видно. Правее поверни. Ах, ты же сука. 700 микрорентген в час. Опасно. Опасно. Тут из-за напоследок произошел небольшой прикол. Оказывается, там такая большая констанция радона просто на поверхности. Вот мы немножко заразились. 200 микрорентген в час. Сейчас я подношу к своему носу. Он начнет пищать. Ну-ка. 400. 400 почти. Микрорентген в час. 400 микрорентген в час. 400 микрорентген в час. 400. 440 от носа. Тоже распалось чуть-чуть. Писос просто. Это просто мы по поверхности ходили вообще. То есть ни в какую что ли не лезли. Это вообще нормально. Это вообще законно. Это вот Бештау. Зона восточного орудинения. Фух. Ладно. Всего доброго. И не лазите по этим местам. Это не очень безопасно. Просто жесть какая-то. Пришел домой. Вот искупался. Помыл руки. От рук все равно. Самое интересное. От носа. Это блин вообще нормально. Жесть просто какая-то. Ребят реально не ходите за... Кто местный, кто знает. Не надо туда ходить. Очень злое место. Редактор субтитров А.Семкин